Сразу несколько резонансных происшествий, где и жертвы, и агрессоры, дети. Случились и они в столице, однако задуматься стоит каждому взрослому казахстанцу. В первом случае агрессоры-старшеклассники. Издевательства и избиения, которые попали на камеру, не разовые, уверял автор публикации в социальных сетях. Малолетних агрессоров быстро установили и взяли на внутришкольный учет. Напомню, что с этого года травля или буллинг – это отдельная статья. Короче, мы сегодня будем сбрасывать этого балкончика с нашего этажа. Это майор, а вы познакомьтесь, они согласились. Вторая история произошла во дворе жилого комплекса. Разновозрастные дети говорили на камеру, что собираются сбросить одного из них с балкона. И даже начали выполнять задуманное. Правда, в итоге не дошли до заявленного этажа и выкинули сверху вниз лишь часть одежды своей жертвы. Всю компанию также быстро установили. С детьми работают психологи. С их слов выяснилось, что они хотели снять видеорозыгрыш. Тем не менее, родители этих шутников могут ожидать наказания за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Самый ужасный вариант развития травли в подростковой среде случился в небольшом селе Копа Актюбинской области. Там в результате конфликта старшеклассников погиб 14-летний мальчик. Пока следователь устанавливает все обстоятельства, на место трагедии съездила уполномоченный по правам ребенка. Динара Закиева вместе с прокурором провели анонимный опрос, проанализировали данные, которые уже были у местного психолога. И вот итог, я процитирую. В школе среди детей существует так называемая система, по которой старшие воспитывают младших, а также признаки вымогательства и другие проблемы, требующие срочного вмешательства. Все эти результаты представила Акиму района, школе и местной полиции, так как в начале встречи все эти факты отрицались. Конец цитаты. Раз проблему не признавали, значит никто не работал над ее устранением и в итоге получили такие страшные последствия. Смерть ребенка. Меры, которые предлагает Динара Закиева, это вернуть в каждую школу инспектора по делам несовершеннолетних. А также отделить органы опеки от системы образования, чтобы в том числе на социальных педагогов не могла давить администрация школ, где больше заботятся о личном имидже. И учитывая, что треть Казахстана это дети, появление отдельной структуры, чьи сотрудники будут заботиться об их безопасности, выглядит логично. Редактор субтитров А.Семкин